Дэвид Луисвилл, штат Кентукки. Энни, Бенкан, Таиланд. Я вернулся в Америку несколько месяцев назад, но так и не нашел работу. Я должен много денег. Нужно платить аренду и отдать весь выкуп. Переезд в Америку оказался сложнее, чем я мог представить. Здравствуйте, мне назначено к Дэвиду яйцо. Ясно. Раньше я руководил подготовкой персонала в кадровой службе, а также работал в госслужбе. Сейчас ищу похожую должность. Интересовался даже временным трудоустройством. Пока что безуспешно. В 49 лет я оказался никому не нужен. Он сейчас поднимется. Большое спасибо. Пожалуйста. Сегодня у меня собеседование с местным адвокатом на должность консультанта. Надеюсь получить долгожданный шанс. Дэвид? Здравствуйте. Как дела? Пройдемте. Спасибо за приглашение. Пожалуйста. Я Дэвид Йейтс, адвокат и депутат в Луисфилле, штат Кентуккия. Недавно завершил второй срок на посту руководителя городского совета. Присаживайтесь. Спасибо. Я недостаточно знаю Дэвида. Раньше он был влиятельным лицом в политической жизни, а потом просто исчез. Спасибо за приглашение. Последние 4,5 года я жил в Азии. Довольно долго. Согласен. Позвольте объяснить. Я пережил развод. У меня случился инсульт. Начались проблемы со здоровьем. Жизнь шла под откос. Я объездил всю Азию и остановился в Таиланде на должности учителя. Это единственный способ для иностранца работы там. Потом я встретил девушку по имени Энни. Мы решили пожениться и вернуться в Штаты. Вот почему я так долго отсутствовал. И вот я снова здесь, решил начать все заново. Естественно, все изменилось с тех пор, как я уехал. Возвращаться к прежней жизни трудно. Хочу спросить, каковы ваши цели сейчас? Я должен содержать 25-летнюю жену, делать все, чтобы она была счастлива. Семья на первом месте. В плане карьеры хотелось бы применить свой опыт. Ясно. У меня разнообразные навыки, но последние полгода я еле свожу концы с концами. Такие дела. Я просмотрел ваше резюме. У вас хорошее образование, богатый профессиональный опыт. Вы честно служили своей стране, много путешествовали. Наверняка будете полезным на любой должности. Да. Но у вас был слишком большой перерыв. Думаю, вы будете ценным сотрудником в другой компании города, но, к сожалению, не здесь. Вы просто не впишетесь в нашу организацию. Ясно. Вряд ли это устроит вас или меня. Прошу прощения. Что вы. Спасибо за потраченное время. Продолжу поиски. Жаль, что нечего вам предложить. У Дэвида ценные навыки, хорошее образование, но перерыв в 4 года, затянувшийся отпуск. В правительстве все решают связи. К сожалению, после нашей беседы не могу ничего предложить ему прямо сейчас. Чувствую себя неудачником. Отсутствие работы – это жестокое поражение, которого я никак не ожидал. Я в отчаянии. Планировал взяться за дело немедленно, но пока что не получается. Не стану говорить Энни, что сегодня мне отказали. Скажу, что буду продолжать поиски. Не стоит ее огорчать. Пока не получил работу, говорить не о чем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok